Несомненно, сердце кузницы – горн, а мастер, работающий возле него, сродни колдуну – этакий Кертайка, зырянский первокузнец, который словно пластилин гнёт раскалённый металл, придавая ему причудливые формы. По признанию Константина, освоить ремесло было несложно, ведь и его отец по профессии сварщик. Наверное, именно поэтому умение работать с металлом у него в крови. Говоря же о прошедшем кузнечном фестивале «Время Крыма», признаётся, было отрадно поработать вместе с мастерами со всех уголков России. Это был первый выезд за пределы республики на кузнечный фестиваль. Было интересно посмотреть, как работают мастера, получится у них чему-либо. В самом центре Симферополя – импровизированная кузница, на которой мастера со всей страны куют, гнут и режут. От самого Калининграда до Дальнего Востока. На железной карте России все 85 регионов со своими основными символами. Здесь и величественные православные храмы, и бескрайние леса Сибири, и, конечно же, миниатюрные копии самых узнаваемых мест 11-го региона – Коми. Это, конечно, город Сыктывкар, столицу. Он отмечен гербом республики Коми, вот этой стилизованной птицей, которая изображена на нашем гербе, стилизованная под пермский звериный стиль. Это, конечно, один из наших негласных символов уже республики Коми. Это археологический артефакт Коми – промысловый календарь, то есть село Старожевск, где, собственно, мы его и поместили. Это, конечно, родина нашего кузнечного фестиваля «Картайка». А еще от Коми – нарты, чум, оленеводы и большой и злой комар. По словам Кузнецов, арт-объект – это попытка показать, насколько большая и разная Россия. И Крым – это неотъемлемая часть нашей большой многонациональной семьи. Мало кто это заметил, но вот один из наших товарищей с Алтая, он в возрасте уже кузнец, пока никто не видел, он в национальном костюме зажег веточки можжевельника и прошел, как это называется, огнем. Я потом подошел, говорю, а что это ты делал? А это, говорит, я огнем защищал, как бы очищал эту Россию, чтобы никакие там злые темные силы, дескать, не коснулись нашей страны. Он вот своей, как бы, традицией совершил такой вот национальный обряд. Сыктывкарские мастера отмечают, фестиваль прошел на высоком уровне. Однако ложку дегтя в бочку меда добавили организационные вопросы. Так до последнего момента было неизвестно, сможет ли наша делегация принять участие в фестивале. И лишь после подключения к вопросу регионального миннаца и представителей бизнеса, деньги на дорогу нашим кузнецам нашлись. А они, в свою очередь, приложили все усилия, чтобы миниатюрный Крымский мост соединил между собой и железные берега. Павел Королев, Павел Люлян Мин, телеканал Юрган, Сыктывкар.